Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ну, совершенно не случайно мы этот опрос и затеяли, просто потому что мы буквально об отпуске и поговорим в этом часть. Собственно, вы были в отпуске, собираетесь в него, и вот ваше, может быть, впечатление о нем, и где вы его провели. Поэтому, собственно, вот опрос у нас такой есть. Есть вариант и не был этим летом в отпуске. Но, кстати, предварительные итоги на сайте сейчас лидирует именно этот ответ 60%. Поэтому я его и упомяну. У меня 25,9%. То есть четверть людей, из тех, которые проголосовали, по крайней мере, не ходили в отпуск вообще. На сайте второе место разделяет два ответа. Это дома и в другом регионе. На заграничный отпуск пока что никто не голосует. В другом регионе это в каком теперь можно говорить? В Крыму? Считай, да? 708502. Где вы были, где вы не были, куда планируете? Или все-таки дома останетесь этим летом? Звоните к нам. 809-720-101-0. Это номер для ваших СМС. Вообще невозможно. Вы столкнулись с трудностями. Что касается туроператоров, вот несколько региональных турагентств. Турагентства сорвали отдых своим клиентам. В Российский Союз туриндустрии поступила жалоба от клиентов Космо Тур. Они еще в мае оплатили свою августовскую поиску в Турцию. И менее чем за сутки до вылета узнали, что тур их отменяется. Вот так вот, буквально такие за сутки. А, Игорь, я хотела бы узнать, как ты съездил в отпуск. Буквально-таки недавно ты вернулся. И в студии у нас также Светлана Занько, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Светлана, добрый день. Добрый день. Светлана тоже из отпуска вернулась буквально-таки несколько дней назад. Я в отпуске не была, поэтому расскажите мне, где вы были и как отдыхали. Мы знаем, под эту категорию вот у нас, по крайней мере, из большинства, кто не был в отпуске этим летом, благо все-таки удалось его провести, провести более-менее отлично. И я не пользовался, к слову, услугами никаких туроператоров. Все мы делали своими силами, о чем ни разу не сожалею. Но, с другой стороны, я мечтаю до сих пор, все-таки, знаешь, провести такой отпуск, когда ты приезжаешь в какой-то отель, и ни разу так не делал. Следующий мой отпуск будет именно таким. Приезжаешь в отель, ложишься, и тебе с ложечки прямо ходят и говорят, может быть, вы это еще попробуете, может быть, еще это, может быть, вам это налить. Вот мне хочется прочувствовать эти ощущения, может быть, мне понравится, потому что всю свою жизнь в буквальном смысле я все-таки старался проводить самостоятельно. То, что я ездила в отпуск, ездила в Европе была. Как раз у меня все мои отпуска, они были через туроператора, я летела, у меня был отель, но мы брали это только ради того, чтобы за нас сделали визу. То есть вот так вот сидеть в отеле, лежать, и чтобы тебе все подносили, такого в моей жизни не было. Сознательно мы это делали только ради визы. Расскажи, как ты получал визу, было ли это сложно? Да, на самом деле нет, я практически ничего не делал, и вообще никаким своим опытом здесь поделиться не могу, потому что за меня в буквальном смысле все это делал один наш друг, который все это организовал, всю нашу поездку и выездил в Германию. Хорошо, не ты и твой друг. В Германию. То есть ты же понимаешь, чтобы получить визу, либо этот туроператор за тебя делает, либо ты или тот, кто с тобой едет. Насколько это сложно ехать не по путевке, а самостоятельно получать шенген? На самом деле нет, просто заплатил деньги и все, принес все необходимые документы. В Германии там оказалась такая небольшая затыка в том, что они требуют немного, по-моему, больше документов, чем обычно, потому что страна презентабельная, как они... Делали все это в Кирове, или же вы ездили в Москву, чтобы оформить документы? Нет, абсолютно нет, все документы просто отправлялись, потому что возвращались к нам уже со всеми штампами и так далее. Это на самом деле не так дорого стоит и... Единственное, что все советуют брать билеты, если вы летите в Европу как можно раньше, за полгода где-то, или как-то так, с самолетом. А в принципе все остальное нет, вышло даже дешевле, при том, что когда ты сам узнаешь какие-то вещи, а турагентство тебя к этому подготавливает, мне кажется, это намного ценнее опыт, потому что все, что произошло в Германии, все мы своим лбом буквально об стену. Это опыт, который дорогого стоит. Где жили? Жили в хостелах, снимали что в Берлине, что в Гамбурге. Вот я тебе начал рассказывать про велосипеды. Может быть, да, ты права относительно того, что велосипедных парковок там много, но, понимаешь, относительно размера тех же городов, да, вот Берлин и Гамбург, где мы были, они не так сильно бросаются в глаза, еще при наличии такого количества велосипедов, потому что действительно у меня было создавалось такое впечатление, что максимальное количество народа ими пользуется от мала до велика. До велика это и 80-летние бабушки-дедушки, которые предпочитают даже в магазин с корзинами на переднем колесе ездить и закупаться. Люди, презентабельно выглядящие в пиджаках и так далее, у Рейхстага мы были. Вышел мужчина средних лет, одетый в прекрасный костюм, уехал домой на велосипеде. Это, по-моему, абсолютно прекрасно. Единственное, что да, велопарковки так не бросаются в глаза, поэтому из-за количества велосипедов люди их действительно оставляют где попало. Никто за это не беспокоится, потому что велосипеды стоят не так дорого, и их никто не ворует. Я думаю, что это не так. Я думаю, что велосипеды воруют в Германии, в Испании, откуда я вернулась, точно так же, как и у нас. Ну, воруют, может быть, но... Всегда найдется человек, который, знаешь, возьмет, что плохо лежит. Вот это русский менталитет, потому что мы тоже шли по улице, и не могли поверить, почему люди так просто бросают все свои велосипеды, просто даже вещи какие-то оставляют на улице, и об этом вообще не беспокоятся. Мне кажется, как раз-таки сами немцы, они этим и занимаются. А те, кто приезжает, кстати, русских в Берлине колоссальное количество. Мы прямо шли по улице и поражались, что ты будто бы идешь в Москве. И вы этому удивлялись. Во сколько обошелся тебе отпуск? Я не прошу называть цифру, но во столько, во сколько ты планировал? Или все-таки тебе пришлось потратить больше? Меньше. Учитывая то, что я еще сумел слетать в Грузию, а это вообще абсолютно отдельная история, уверен, что никогда не пожалею, что не воспользовался услугами туроператоров, потому что смог спланировать, в принципе, при наличии хоть какого-то здравого ума, можно разобраться со всем этим делом самому. Тем более в Грузии прекрасная возможность предоставляется обычному туристу изведать все вот эти районы, местности и так далее с помощью информационных центров. Не понимаю, почему... Это наша мечта, да? Мы об этом много говорили, про информационные центры. Вот то, что у нас есть какие-то сайты, что-то еще, это такие детские игры, потому что там действительно, что в Тбилиси, что мы были, что на побережье в Батуми и так далее, есть специальные указатели, есть специальные кабинки, где сидят обученные люди, говорят на нескольких языках, предоставляют тебе карты любого города, куда ты собираешься ехать или в каком-то находишься, рассказывают тебе, где поесть, где, простите уж, выпить, где погулять. Буквально всю информацию тебе предоставляют и с такой широкой улыбкой, что ты иногда даже пугаешься собственных чувств по отношению к ним. Игорь, скажи, пожалуйста, вот за время вашего путешествия, вашей компании, как-то вас коснулись те проблемы, которые возникли в индустрии турбизнеса в нашей стране? Или вы вообще об этом не знали? Вообще об этом не знали, вообще об этом не слышали и, может быть, даже слава богу. Единственное, что хотел бы я отметить, действительно есть настороженные отношения в Европе, ну вот в частности в Германии, к русским приезжим особенно. Конечно, нам в еду никто не плевал и относились к нам довольно доброжелательно, но настороженность какая-то ощущалась. Как только люди узнавали, что мы из России, первый их возглас был «А, Путин!». И уже по отношению к Путину они каким-то образом пытались свое отношение к нам спроецировать. То есть... Да ладно. Да, да. То есть, когда ты говоришь «Россия», они говорят «Путин», потом вы немножко общаетесь, и они узнают твое отношение к нашему президенту, и только потом они уже какое-то впечатление о тебе складывают. Никто не любит Путина и Россию, действительно не любит Россию. К русским относятся хорошо, но Россию и Путина, теперь это уже ассоциируется вместе, рядышком, и к уважению. На вас это как-то сказывалось, да? Это вас напрягало? Ну, на самом деле, действительно, да, потому что в каждом человеке, так или иначе, ощущался какой-то политолог, который целыми сутками сидит в интернете, выискивает какие-то мнения о том, что сейчас происходит в мире, и пытается тебе преподнести свою точку зрения как единственную верную. Ну, конечно, хотя бы была такая душа, что хотя бы к русским, в принципе, как к людям, слава богу, пока отношения хорошие. Но то, что мне рассказывали изначально, то есть мы уже приехали после того, как и Крым был присоединен, когда вся эта шумиха поутихла, но то, что было изначально, знаете, на самом деле я даже, наверное, немножко верю в то, что могло происходить с русскими туристами в Европе, потому что, ну, косятся так. Ну, приехали, вроде бы, что вы тут забыли. В Испании как? В Испании хорошо, могу я сказать. В Испании хорошо. Ну, что мы сейчас с вами обсуждаем? Я предлагаю все-таки, я и расскажу сейчас все, конечно, тоже, но я предлагаю все-таки нашим слушателям позвонить нам и сказать, осуществился ли ваш запланированный отдых в этом году, где вы его осуществили, а если нет, то по каким причинам? Потому что это не просто такое вот у нас сейчас... Как ты провел лето. Да, как ты провел лето. Мы тут не сидим с Игорем и не хвастаемся, потому что у Светы уже такое грустное лицо, потому что отпуска лета где было? Нет. Мы хотим разобраться, вот как для нас, для простых граждан, это лето вообще состоялось, потому что понятно, что в Кирове погода была никчемная, а вот кто куда смог уехать, потому что планов было много, вы помните, в общем-то у нас такой ажиотаж, помнишь, был в редакции, когда нам обещали дешевые авиаперелеты в Крым, и все компании решили переехать. Вот у нас есть, нам показывают редакторы звонок. Слушатели, алло, здравствуйте. Алло. Меня зовут Роман. Да, Роман, мы вас слушаем. Я бы хотел высказаться по поводу отпусков. К сожалению, за последние два с лишним года мне не уходить сходить в отпуск, но это было связано с моим переменным местом работы. Но, к сожалению, в данный момент у меня тоже не получается сходить в отпуск, потому что текущий работодатель рассчитывает отпускные из расчета официальной зарплаты, но так вышло, что зарплата у нас не белая, она неофициальная. И чтобы сходить в отпуск и получить отпускные, это получится в сущие копейки, что-то в районе трех или четырех тысяч. И в данный момент я вижу для себя какую-то дилемму идти в отпуск и потом перебываться с воды на хлеб, либо не ходить и работать, но зато быть. А вам это мешает вообще, Роман? Два с половиной года это большой период, тяжело, нужно же как-то разгрузиться. Вы чувствуете нагрузку какую-то психологическую, физическую усталость от того, что отпуск не состоялся? Да, конечно, усталость присутствует. А может быть, все-таки сделать какой-то правильный выбор, потому что нельзя же себя загонять в такую тупиковую ситуацию и уже как-то отдохнуть, глядишь по-другому, посмотрите на работу и, может быть, в очередной раз смените это место работы уже с белой зарплатой, с правильными отпускными. Ну, в общем, это такой страдальческий Роман. Мы вам очень сочувствуем, страдальческий такой, я понимаю, крик. Роман, спасибо, звонок. Да, ну вот это, кстати, ситуация действительно тяжелая, когда люди не могут позволить себе отпуск, а, видимо, Роману хочется куда-то уехать. Поэтому и позвонила, на больную. На самом деле, насколько я понимаю, что все сейчас ездят в отпуск не за счет отпускных, как это делали наши родители. Я прямо помню, что папа получал отпускные, и мы на эти деньги, собственно, куда-то уезжали. Все было довольно-таки стандартно и обыденно. Сейчас люди планируют свой отпуск заранее и точно так же планируют свои траты. То есть всю свою зарплату, понятно, что ты не отложишь, но часть постепенно ты откладываешь заранее на этот отпуск, собственно, как делал я. Другого выхода, собственно, и нет. Давайте не забывать, что в этом году очень многие люди, которые традиционно планируют свой отпуск, те самые, у которых отпуск больше, чем у нас, не один месяц, а два, я говорю о служащих определенных структур, вообще не смогли осуществить свои мечты, поскольку им не рекомендовано выезжать, например, за границу. А сотрудники этих структур, они традиционно выезжали, покупая путевки в страны, зарубежья, к морю. И, кстати говоря, это эксперты называют одной из причин того, что схлопнулись вот так вот у нас, как карточный домик, очень многие туристические компании. Это, естественно, все связано с санкциями, которые Запад применяет по отношению к России. И вот эта вот мысль была для меня достаточно тяжелой перед тем, как я отправлялась в отпуск, потому что мой отпуск такой искропостижный был. Я тоже очень давно никуда не выезжала, там из страны тем более. И покупали путевку буквально за несколько дней накануне, в самый короткий срок. То есть буквально мы еле-еле вписались в дни, за которые можно получить визу. И я прям боялась, что в последний момент мне скажут, прям даже в аэропорту, что все, товарищи, вы никуда не едете, либо визу вам не дали, либо туроператор что-то там, либо самолет уже не летит. Но попадая в отпускную атмосферу, ты как-то стараешься расслабиться. И я вот, например, в этот раз не читала новости, не выходила в интернет активно. И только спустя неделю я узнала, что у нас вот тут происходит, что такое количество людей застряло там, сям, и что МЧС вывозит и все прочее. Поэтому вот как-то, слава богу, на мне не сказалось. Я очень сочувствую тем, кто попал в эту тяжелую ситуацию, и турфирам сочувствую, и вообще не знаю, честно говоря, что будет дальше с туриндустрией. Может быть, кто-то из представителей туриндустрии нам позвонит и скажет, как на их деятельности за этот период времени сказались эти проблемы. Хочется, конечно, о хорошем. О хорошем. Я вот когда рассказала, Игорь, как устроено в Грузии все вот эти коммуникации с туристами, как их направляют, это все точно так же, как в той же Испании. Это очень европейский подход. Поскольку я ездила все-таки с ребенком, а она еще маленькая, и здесь уже выбор совершенно другой, ты покупаешь путевку, потому что ты должен быть уверен, кто и где тебя примет, и как тебя накормят и так далее. Я так и сделала. И после того, как сейчас очередной слушатель нам позвонил, после того, как мы с ним поговорим, я расскажу вот дальше. Сейчас мы дозвонились до Сергея Верхотурова, это замдиректор «Вятка Тур». Сергей, добрый день. Добрый день. Да, расскажите, как у вас работа в этом летнем сезоне, почувствовали ли, как-то на вас отразилась работа других туроператоров, которые оказались не в лучшей ситуации, и как у вас... У Сергея турагентство. Турагентство. Да, вот как... Вот эта ситуация сложная, извините, я просто в этой теме сейчас как раз думаю об этом. Вот что, вот то, что случилось с туроператорами и с авиаперевозчиками, вы как-то... Ну, на самом деле, ничего страстного мы не ощущаем. Так. Вот. Объемы у нас нисколько, в принципе, не упали, и люди как отдыхают, так и, в принципе, отдыхают, но начинают просто больше интересоваться о тех перевозчиках и туроператорах, чьими услугами они будут пользоваться. А кто-нибудь из ваших клиентов вот в этот период времени попал вот в эту жесткую ситуацию, когда они смогли вылететь, например, из страны? Ну, у нас было несколько человек, которые находились на отдыхе, но им повезло, и они, в принципе, все вернулись, и турпомощь им помогла, и они сейчас находятся уже в Кирове. А скажите, Сергей, вы принципиально... Вот ваше агентство как работает? Вы принципиально выбираете очень крупных, каких-то надежных туроператоров, у которых, не знаю, что, большая финансовая подушка? Или, поскольку люди же, многие приходят, говорят, мне подешевле, через кого угодно, но подешевле. Вот у вас есть какие-то в этом смысле принципы? Вы готовы любой клиентский запрос исполнить, или у вас все-таки вы пожестче, и вы напираете на то, что нужно надежного туроператора использовать? Да, на самом деле мы уже несколько лет именно напираем на то, чтобы люди пользовались услугами именно проверенных туроператоров, и сейчас это нам тоже на руку играет, потому что люди стали особое внимание на это обращать. Ну, смотрите, я человек, который, в принципе, никогда не пользовался услугами туроператоров, и как мне выяснить, добросовестный туроператор или нет? Где-то список, что ли, какой-то есть? Ну да, то есть они свою финансовую гарантию подтверждают, ну и мы знаем, то есть мы стараемся работать именно с теми, кто уже давно и крепко стоит на ногах. То есть с маленькими туроператорами, которых там больше тысячи по всей России, мы практически не работаем, а оставили для себя уже несколько лет, ну, максимум там 15, я думаю. А ситуация с компенсацией, правильно ли я? Вот я вижу информацию, что те люди, которые, например, клиенты лабиринта, достаточно крупный туроператор, которые попали в ситуацию, когда обанкротился лабиринт, они получают компенсацию всего 2,5 тысячи рублей за свою путевку. Это правда? Это так? Ну, пока еще вообще никаких компенсаций не было. То есть люди подают документы в страховую компанию, и потом вот это финансовое обеспечение будет делиться пропорционально пострадавшим людям. Ну, то есть они все равно не будут покрывать стоимость путевки, правильно? Ну, соответственно, да. Большие потери. Ну, а как вы рассчитываете, у вас состоится туристический сезон на осень и зиму, например, на следующий год? Вы уже готовитесь к тому, что возможно значительное снижение, или все-таки надеетесь на то, что... Мы надеемся на то, что наоборот спрос у нас возрастет. А, в связи с тем? Так как люди начнут обращаться к проверенным поставщикам услуг, и будут приходить большие компании, которые уже будут нести какую-то определенную ответственность за проданные туры. А, то есть вы думаете, что вот эта тенденция, которая существовала последние годы к самостоятельным путешествиям, самостоятельному бронированию туров, она как раз развернется в обратную сторону? Ну, возможно, да. Ну что, Сергей, спасибо вам большое. Зам. директора «Ветка Тур» был с нами на связи. 708-502, наш номер телефона. 899-720-101-0. Номер для ваших СМС. Вот и в следующий раз будете меня сажать, будете мне звонить в редакцию, чтобы я не вмешивалась в ведение программы, потому что вот инстинкты, они работают, когда сидишь здесь. Ну, знаешь, на самом деле, то, что нам сказал сейчас Сергей, относительно того, что к большим операторам больше люди подтянутся. Но ведь, как говорят, маленькая компания больше внимания. С другой стороны, ведь на самом деле, может быть, так и есть, если маленькая компания, у которой не так много клиентов. Не совсем так. Они, как я бы его внимания, они тебе не оказывали, как бы они тебя не любили, или все касается исключительной компенсации. Да, они тебе не смогут обеспечить и компенсации, и понятно, что когда бронируют, например, отели крупные компании, это одна вещь, когда маленькие компании, совершенно другая вещь. Поэтому я не думаю. Я думаю, что сейчас большое сокращение по туроператорам, конечно, пойдет. Да, сейчас мы звонили до Макса Пасютина, наш сотрудник в Крыму сейчас находится. Алло, Максим, добрый день. Алло, алло. Нет, звонок сорвался. Пытаемся мы еще раз набрать Максима, узнать, как у него там дела. Той счастливчик, который оказался таки в Крыму в этом году. Кстати говоря, я все думал, что все-таки доеду до Крыма, но в итоге благо, что все-таки поехал в Грузию. И удивительно, что практически все нас путали с туристами из Украины. То есть когда видели у нас внешне, то есть они предполагали, что мы откуда-то оттуда. Но никто не думал практически, что из России. Все исключительно думали, что мы приехали из Украины отдыхать. И сколько я видел там украинцев, очень много, кстати, украинцев, все едут в Грузию сейчас. Почему грузины, в принципе, к этому уже привычны? Потому что Крыма нет. Ну вот, Максим, мы дозвонились. Максим. Да, Света, здравствуй. Да, привет. Слышишь ты нас? Как связь? Слышу, прекрасно. Расскажи, как у тебя там дела, как ты добирался. Я так понимаю, что у тебя не очень много времени, чтобы погулять, посмотреть, обстановку оценить. Но так или иначе, много ли туристов? Да, туристов на самом деле очень много. Мне удалось побывать в Севастополь, и я могу сказать, что город полон русских туристов. Но он всегда был полон русским туристом, и даже если помнить о том, что он сам по себе, в принципе, всегда был русским городом. Вы знаете, я могу судить о количестве туристов, которые сегодня едут из России в Крым, хотя бы по тем очередям, которые сохраняются на Керченской переправе. Нам удалось вне очереди проехать эту переправу. Расскажи секрет, как так вам удалось? Ну, на самом деле, это мероприятие, на котором я сейчас присутствую в Крыму, международный слет Таврида. Это мероприятие, организованное в том числе Росмолодежью. Вот из-за таких, как вы, там люди и стоят. Поэтому, на самом деле, не из-за таких, как мы стоят. Это стоит переправа. И вот сейчас как раз я вышел из шатра, где проходит лекция заместителя министра по делам Крыма. И он рассказывает, как много, на самом деле, сделал правительство для того, чтобы этой очереди не было, но никто не мог рассчитывать. Могу сказать, что некоторые люди, которые здесь у нас присутствуют, рассказывали, что очередь продвигается примерно со скоростью 1-4 км в час, не больше. А 30-километровые очереди стоят на Керченской переправе. Я таких-то никогда-то не видел за все годы путешествия. Макс, а общий, пожалуйста, взгляд вот сейчас, то, что ты успел увидеть, в каком состоянии находится инфраструктура в Крыму туристическая? Это очень сложный вопрос, на самом деле, на который невозможно ответить очень быстро. Все очень в разном состоянии. Например, недалеко от площади Нахимова, на берегу Черноморском, есть ресторанчик, который открыла Кировчанка. Он в прекрасном состоянии. Это не так давно открывшееся заведение. Там, кстати, шеф-поваром работа от души Кировчанин. В Севастополе? В Севастополе, да. А я знаю, про кого ты говоришь. Знал, что ты туда зайдешь, привет бы передам. Максим, кстати, вот говорят, там же в Севастополе закрыли Макдональдс. Там что-то появилось в итоге на его месте? Нет? Ты не видел? Я не знаю историю с Макдональдсом. Я видел шоколадницу, могу точно сказать. Там есть российские заведения, привычные для жителей мегаполисов русских. Но я хочу сказать, что есть масса неудобств, например, с банковскими картами. Их действительно не принимают к оплате в большинстве заведений на сегодняшний день. Есть масса проблем с сотовой связью. Если вы пользуетесь не оператором МТС, то у вас наверняка будут проблемы не только с ценой вообще с приемом сигнала. Но есть свои плюсы. Например, цены. Очень многие цены на сегодняшний день по-прежнему дешевле, чем в России. Но при этом сами жители Севастополя, мы разговаривали с молодыми людьми, жалуются на то, что с марта цены достаточно сильно выросли. А продукты питания как там в магазине? Потому что с Украины поставки, я так понимаю, там приостановили на какое-то время? Говорят, дефицит есть какой-то. Может, приостановили, но по крайней мере с прилавков эти продукты на сегодняшний день, те, которые уже поставлены, не изымаются, потому что очень много на прилавках продуктов, в состав которых написано, например, на украинском языке. И произведем украинский. Плохая связь. Максим, спасибо большое. Хорошо тебе отдохнуть. Ждем твоего возвращения. Наш коллега Максим Посютин был с нами на связи. Что касается Керченской переправы, смотрю я на Линтеру, есть фотоотчет. Там колонна в очередь составляет примерно 10 километров. Максим говорит, что 30 километров. Статья называется «Отдых, боль и ярость. Почему паромная переправа стала для многих непреодолимым испытанием?» Заходите, достаточно интересные фотографии, смотрите. Ну что, Светлана Занько сегодня рассказала нам... Не успела рассказать про Испанию. Как-нибудь в другой раз. Мы, собственно, все чуть-чуть рассказали. Светлана Занько, главный редактор нашей радиостанции. Мы сейчас с Игорем уходим на перерыв, а потом у нас будет рубрика «История создания». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжая с программ «Дневной разворот» в Кирове, Светлана Удельна, Игорь Рысев. И сейчас у нас пришло время «Викторине. История создания». И сегодня не Роман Веселков у нас, а Владимир Сметанин. Роман заболел. Желаем ему скорейшего выздоровления. Да, конечно. Всем добрый день. Спонсор «Викторины» Завод Вятич. История создания. А как же итоги вашего опроса? Вопросы, вопрос. Какой опрос? У нас был какой-то опрос? Опрос по поводу того, где, как отдыхают. А ты, кстати, расскажи быстренько. Ну, я в отпуск со следующего понедельника, но я не планирую уезжать за пределы региона. Вообще давно уже не уезжал. Дача деревни. Дача деревни, да. Вариант ответа дача деревни я бы выбрал. Ну, вот смотрите, значит, я захожу на наш сайт www.hackirovo.ru Там, кстати, видеотрансляция еще есть. На первом месте 50% проголосовали не было отпуска, вот как у меня, вот, например. Я, в общем-то, тоже проголосовала за это. И вот так вот интересная ситуация. 16,67 сотых. Второе место. Сразу три ответа. Дома, на даче в деревне в другом городе регионе. Так что, в общем-то, никто далеко особо и не выбирался. У нас более мобильная публика и слушатели ВКонтакте. Ну, также никто не отдыхал, не был в отпуске. Это 27,6% поменьше, значительно, чем у тебя на сайте. Но на втором месте у нас 20 с небольшим процентом на заграничном курорте. И уже далее дома, на даче в другом городе регионе. Ну, кстати, российский курорт, смотри, никто не выбрал, 0%. Нет, у меня, кстати, российский курорт 3,4%. Тоже, кстати, мало. Мало, да. Мало относительно всех остальных. Ну, вот так вот. Ну, что, викторина и история создания. Традиционно напоминаю условия. Суть этой викторины заключается в том, что мы загадываем вам некий объект, некую личность, тесно связанную с историем нашего города, с нашего региона. Ну, то, что вот сейчас вот про что будет рассказывать, я сразу такую подсказку. Не дай бог вам отдохнуть там, где то, что сейчас загадает Владимир. Ну, жизнь, знаете, принимает свои обороты, направления. Никто из нас от этого не застрахован. Кстати, кто не отдыхал в Пинчике, можно и там отдохнуть, в конце концов. Когда ты придешь... Мне кажется, я уже и сейчас и на это согласна. Так вот. В общем, суть для наших слушателей поясняю. Суть в том, что вам нужно угадать самым первым то, о чем пойдет речь в викторине «История сознания». Дозвониться по номеру 708-502. В качестве приза у нас сертификат на сумму тысячи рублей в одной из заведений «Вятич». Либо это райком, либо пивной дворик. В этих заведениях вы можете оценить все-все-все сорта продукции завода «Вятич», отведать традиционную русскую, европейскую кухню и просто хорошо провести время в своей дружеской или компании родственников. Итак, я уже, собственно, перехожу к загадыванию этого объекта. Ну, надо сказать, это не какой-то отдельный объект, это целый комплекс. Целый комплекс, история которого именно в нашем городе началась в наитяжелейшее время для всей нашей страны, я имею в виду Великую Отечественную войну. Итак, 1941 год. К нам в Киров из Москвы вместе со станками, с оборудованием, с рабочими, а в том числе и с медицинским персоналом, то есть медсанчасти этого московского предприятия приезжает целый завод. Это бывший московский завод ГАЗ номер один, ну вот ГАЗ-аббревиатура, это не имеется в виду, что Горьковский автомобильный завод, это государственный авиационный завод. Соответственно, уже понятно, да, направление деятельности. Медсанчасть этого предприятия расположилась на территории бывшего мужского монастыря, одного из самых загадочных в плане имеющейся информации. Ну, очень мало действительно данных каких-то об этом объекте. Об этом монастыре, кстати, Роман Веселков в викторине «История создания» уже рассказывал, от него остались руины, и, видимо, во многом благодаря тому, что там как раз медсанчасть находилась, и, естественно, персонал этого заведения больше заботился о здоровье, нежели о сохранении вот этих остатков церковного заведения. На заводе известно работали и взрослые, и подростки, не хватало жилья, времени, не хватало еды, провианта, обуви, одежды. Часто ночевали работники прямо рядом со станком, работали на износ, что называется, и, к сожалению, этого никто не скрывает, многие люди там, собственно, и погибли от недоедания, от голода, от холода. До 97-го года медсанчасть была при заводе, а потом перешла в муниципальную собственность, и стала она называться «Как?». Вот, собственно, это и основной вопрос нашей викторинной истории создания. Достаточно легко. Медсанчасть завода, а теперь это что? Звоните 708-502. Давайте быстрее, быстрее, прекрасный приз, как раз время обеденное, сможете сходить. 708-502. Я могу сразу к подсказкам переходить. Маленькую какую-нибудь. Да, собственно, и в наше время это заведение славится. Подожди, давай слушайте. Давайте. Алло. Здравствуйте. Алло. 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 Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Это санатория ВИТЭК. Вы в правильном направлении рассуждаете, размышляете, но это не санаторий. К сожалению, Светлана, увы. Немножечко, немножечко. Вот правильно название предприятия это прозвучало, да, и вот именно в этом направлении. 708-502. Светлана, в следующий раз звоните. Давайте еще разочек. До 97-го года она была при заводе, а потом перешла в муниципальную собственность, то есть в городскую собственность и стала называться... Слушателя выводим. Давайте еще раз. Алло, алло. 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 Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Сергей. Сергей, вы, судя по эху, там, находитесь, возможно, в этом заведении. Выключил. Как называется? Как называется? Северная больница. Северная, абсолютно верно. Это Северная городская клиническая больница. Вот так вот. Ну что ж, поздравляю, именно вам и достается сертификат на одну тысячу рублей в одной из заведений компании «Вятич». Приятного вам отдыха, приятного аппетита. Да, вот сейчас, пожалуйста, трубку не кладите, наш редактор вам объяснит, куда вы можете подойти за этим призом, получить его и затем уже отправиться пообедать или поужинать, как вам заблагорассудится. Ну что, это Северная городская клиническая больница. Вот известны факты о том, что в 60-е и 70-е годы прошлого века это учреждение славилось одним из лучших оснащений по части медицины, оборудования вообще в нашей области. Кстати, вы знаете как? Ну, АвиТек. Понятно, что предприятие АвиТек было к нам эвакуировано и, собственно, медсанчасть этого завода развелась в Северную городскую клиническую больницу. А как, кстати, расшифровывается АвиТек? Авиационные технологии конструирования. АвиТек меня смущало. Я, кстати, вчера еще ехал и думал как раз в эту же сторону и думал, почему АвиТек, ну, то есть Тек, то есть там же АвиТех? Ну, получается, да. АвиТех должен быть, а не АвиТек. Что за АвиТек? Ну, конструирование, там, буквы КК. А, ну да, вот может быть. Ну, как известно, сейчас это называется вятское машиностроительное предприятие АвиТек. Выпускает она до сих пор стиральная машина МиниВятка, по-моему, да. Ну, основное направление, основной профиль деятельности это все-таки оборудование для авиации, в том числе кресло-катапульты. Это, кстати, такая ситуация, человек, который у нас выиграл, к сожалению, положил трубку, поэтому наберите нас, пожалуйста, еще разочек, мы должны вам объяснить, как вы можете забрать свой приз. 708-502. Набирайте, да. Ну, собственно, у меня все. Ну, а, кстати, про северную больницу никогда там-то не лежало. Бог миловал, да. Я 8 лет назад там лежал с язвой, и могу сказать, что, ну, может быть, как звали язву? Их было две, имя обоих затерялось. Обеих. Обеих. Обоих. Язвы. Вот. Ну, не суть важна, даже как их звали, но суть в том, что большое спасибо медперсоналу, несмотря на все проблемы того времени, существовавшие в медицине на тот момент, что они были так тактичны и вежливы со всеми пациентами, которые их имели. Вот. Собственно, сейчас, как там дела обстоят, я, надеюсь, еще долго не узнаю. Мы тоже очень надеемся. И за тебя, и за себя надеемся. Здоровья мы желаем Роману Веселкову. Надеемся, что скоро он уже все-таки появится вновь в нашей студии. Да. Ну, а пока поддержку ему оказывает Вадимир Сметанин. И вновь история создания викторина будет у нас уже сейчас в четверг, точно так же в 12.30. Так что, слушатели, имейте в виду, звоните 708-502, угадывайте. Отличный приз. А мы с вами прощаемся. Светлана Удильна, Игрыцев. Всего вам самого хорошего и приятного дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok